добрый день мои хорошие вы на канале светлана лосева и это канал о вязании сегодня хочу вам предложить связать очаровательный в современном стиле очень простой без излишеств в таком трендовом джинсовом цвете пуловер основная изюминка данной модели это центральный мотив с косами он идет и по и по спинке и по переду здесь очень хорошо это видно мне очень нравится цвет модели такой насыщенно глубокий джинсовый цвет очень красивый и вот этот мотив с косами вот смотрите как он классно с по спинке тоже смотрится правда вот и еще вот здесь по v-образному вырезу он так интересно переходит и обрамляет этот вырез очень красиво смотрится согласитесь девочки посмотрите мне очень понравился вот именно такой дизайнерское решение вот здесь очень хорошо тоже видно это все дело он вяжется в современном таком свободному стиле оверсайз когда у нас спущенный рукав свободный крой в общем-то и очень-очень просто вяжется у него довольно простой незамысловатый вот этот узор с косами и вот основное полотно связано очень простым узором сочетание изнаночных и лицевых рядов я сегодня с вами свяжу такой образец вы сегодня убедитесь что вязать реально очень просто и легко у нас спущенный рукав будет здесь выкройка есть схема я нарисовала я думаю что вы свяжете эту модель без особого труда без особых усилий если вас все устраивает сегодняшние расчеты я буду строить для размеров 42 44 46 48 50 52 поскольку здесь очень легко отрегулировать ширину здесь нет никаких особых таких узоров рапортов сложных поэтому регулировать ширину можно и на больший размер и на меньший размер с помощью уменьшения симметричного уменьшения петель с двух сторон смотрите сегодняшнем видео проекте я расскажу как расположить узоры в общем то мы сегодня все схематично с вами обсудим как сколько петель набирать я расскажу покажу как все располагается у нас с вами у нас по выкройке обычно расчеты проходят и там я все рисую и объясняю подробно сейчас я показываю вам выбор пряжи дорогие рукодельницы я очень рада что вы зашли на мой канал если вы впервые на моем канале не пожалуйста не забудьте подписаться на моем канале много интересных мастер-классов по вязанию спицами и крючком и будет еще больше будет узнавать о новинках моего канала сразу же не забудьте поставить лайк под видео это поднятый верх пальчик ваши лайки повышает рейтинг видео и это не пустые слова и к тому же так видео попадает ваш папочку понравившихся вязание этого джемпера я предлагаю пряжу ализе лана голд файн из серии классик турецкая пряжа 49 процентов у нас шерсть остальное акрил вот 49 651 акрил цвет на 40 такой цвет красивый джинсовый оттенок 100 грамм 390 метров шикарная пряжа мне она нравится она хорошо скручена из нее приятно вязать средней толщины наши с вами узор мотив он у нас выглядит вот таким образом я постаралась вам сегодня показать как оформить вот этот v-образный вырез горловины с в обрамлении с косами очень красиво двойными косами очень хорошо красиво смотрится обращаю ваше внимание на узор которым связан основной узор до который нас используется видите это чередование двух рядов изнаночных и одного ряда лицевых то есть раппорт этого узора составляет три ряда вот и здесь нужно постоянно следить здесь нет такой чет четкой схемы нарисовать здесь ну как можно конечно три ряда но имейте ввиду что это не та привычная логическая схема которую мы с вами всегда вяжем когда у нас идут четко четное количество до используется то есть четные ряды мы вяжем соответствующим образом нечетность другим образом по схеме да то есть имейте ввиду что здесь вот такая будет последствий придется все время контролировать и следить чтобы было два ряда изнаночных на лицевой стороне и один ряд лицевой вот вот такая особенность так на в целом узор великолепно смотрится здесь нет ничего лишнего считаю что для данного джемпера очень такой подходящий вариант пряжи подходящий цвет по джинс ничего лишнего да все очень гармонично и симпатично смотрится и так сейчас смотрим схему схемы я нарисовала тем узора нас основного мотива с косами значит выглядит вот таким образом 22 петли у нас занимает этот мотив и вяжется он 8 рядов в высоту затем повтор раппорта здесь у нас очень понятное условное обозначение горизонтальная черточка это изнаночная петля вертикальная черточка это лицевая петля вот эти перекрещивания у нас обозначают перекрещивание на 4 петлях на право а и здесь соответственно на лево мы с вами свяжем образец вы поймете о чем идет речь очень простой узор узор который у нас вяжется основным полотном его надо показывать здесь даже рисовать собственно ничего потому что раппорт составляет всего три ряда потом все повторяется так мои хорошие а сейчас давайте посмотрим выкройку выкройка наша вот так выглядит это скажем так а такое ознакомительный характер носит данное схематичное изображение конструктивное нашего вязания то есть чтобы вы понимали что у нас перед спинка вяжется раздельно рукав вяжется два рукава вяжутся раздельно потом все сшивается вот и по спинке по переду у нас идет с вами в-образный вырез разница лишь в глубине этого выреза кстати эту глубину вы можете тоже от себя под себя отрегулировать кто-то хочет поглубже кто-то хочет помельче да поэтому здесь пожалуйста никаких проблем в сегодняшнем расчете я расскажу как этот скос сформировать и равномерно посчитать убавки по скосу так далее у нас вот такое описание будет выложено под видео я его составила и в общем то читайте внимательно смотрите самостоятельно я ничего зачитывать не стану итак давайте сейчас с вами приступим к вязанию образца узора для вязания образца я набрала 38 петель 38 петель и давайте сейчас будем с вами вязать узорчик наш следующим образом у нас будет с вами вот такое схематичное изображение последовательности мотивов кромочная затем 7 петель у нас будет вязаться вот этим узором чередованием изнаночных лицевых рядов 22 петли по центру это наш с вами будет мотив с косами занимать но и для симметрии также 7 петель идут вот этого узора чередованием изнаночных лицевых петель ну и соответственно 2 кромочные вяжем хотела бы вам девочки обратить внимание на то как мы вяжем вот этот мотив который с двух сторон у нас идет смотрите здесь идет чередование два ряда у нас изнаночных на лицо два ряда изнаночных один ряд лицевых петель опять два ряда изнаночных один ряд лицевых петель вот такой вот цикл этого узора неважно как у вас придется там в изнаночных рядах ли в лицевых ли рядах у вас но имейте ввиду что на лицо у вас всегда должно быть 2 изнаночные лицевая 2 изнаночные лицевая полосочки на лицо должно вот так получаться вот такой цикл 3 ряда 3 ряда потом все повторяется 5 3 ряда вяжем с вами первый ряд первый ряд у нас изнаночной кромочную сняли и 7 изнаночных вяжем затем приступаем к вязанию мотива на первый ряд у нас с вами наших мать нашего мотива вяжем следующим образом 4 лицевые 2 изнаночные снова 4 лицевые 2 изнаночные и еще раз 4 лицевые 22 петли связали нашего узора мотива скосами и далее 7 петель изнаночных изнаночных 7 изнаночных это те петли которые мы добавили для симметрии кромочную вяжем изнаночной петлей переворачиваем на вязание 2 ряд петель узора мотива на 7 петлях мы будем вязать все петли изнаночные все 7 изнаночных вяжем во втором ряду а в нашем мотиве скосами мы вяжем как смотрят петли самостоятельно вяжем до конца ряда вяжем третий ряд узора следующим образом смотрите там где у нас с вами 7 петель мотив здесь необходимо будет вязать 7 изнаночных 7 изнаночных вяжем в косе в наш мотиве на скосами вяжем 4 лицевые 2 изнаночные 4 лицевые 2 изнаночные 4 лицевые 2 изнаночные снова 4 лицевые и в нашем с вами мотиве на 7 петлях 7 изнаночных также повторяем для симметрии кромочная изнаночные связали четвертый ряд вяжем как смотрят петли в мотиве скосами а в нашем узоре вяжем 7 лицевых раз два три 4 5 6 7 также на этих семи петлях тоже 7 лицевых свяжите самостоятельно и здесь вяжем как смотрят петли вяжем пятый ряд следующим образом в мотиве на 7 петлях мы вяжем 7 лицевых в косе делаем перекрещивание сейчас будут перекрещивать 4 петель на право для этого я снимаю 4 петли на правую спицу первые 2 петли у меня за работой остаются следующие 2 с помощью правой спицы перед работой я возвращаю на левую поменяли местами перекрестили все четыре вяжем лицевыми 2 изнаночные следующие 4 петли также перекрещиваем налево направо то есть сняли 5 5 4 петли на правую спицу первые 2 за работой следующие 2 перед работой поменяли их местами и все 4 вяжем лицевыми 2 изнаночные по центру следующие 4 петли перекрещивать будем налево сняли 4 петли на правую спицу 2 1 перед работой следующие 2 высвобождаются за работой с помощью правой спицы я аккуратно их также возвращаются работой на левую спицу перекрестили все четыре вяжем лицевыми 2 изнаночные следующие 4 петли также перекрещиваем налево сняли 4 петли на правую спицу первые 2 петли перед работой следующие 2 за работой поменяли их местами и все четыре провязали лицевыми мотив связали на 22 петлях и в нашем мотиве в следующем 7 лицевых для симметрии кромочная изнаночная переворачиваем вязание 6 ряд вяжем 6 ряд у нас вяжется следующим образом здесь вяжем сейчас 7 лицевых раз два три 4 5 6 7 в нашем мотиве с косами все петли вяжутся как они на нас смотрят и здесь также вяжем 7 лицевых для симметрии вяжем самостоятельно я это показывать не буду вяжем с вами 7 ряд следующим образом здесь у нас будут вязаться 7 изнаночных в этом узоре в мотиве с косами мы вяжем 4 лицевые 2 изнаночные 4 лицевые 2 изнаночные снова 4 лицевые полностью связали узор мотив с косами и здесь у нас 7 изнаночных для симметрии в узоре тут кромочную мы тоже вяжем изнаночной петлей связали переворачиваем наше вязание 8 ряд мы мотив с косами вяжем как смотрят петли а здесь у нас будет сейчас вязаться 7 изнаночных 7 изнаночных вяжем так а здесь также 7 изнаночных вяжем для симметрии вяжем самостоятельно 8 ряд смотрите девочки у нас как получилось с вами рапорт мы с вами полностью завершили мотива с косами у нас 8 рядов высоту он был и далее идет повтор с первого ряда то есть первого ряда мы сейчас будем продолжать вязать следующий момент мне бы хотелось показать вам как мы здесь будем делать вот такое v-образный вырез то есть по центру нашего мотива на 22 петлях нам необходимо разделить полотно поровну и вязать каждую половину раздельно следующим образом сейчас я вам покажу девочки давайте начнем значит убавки мы будем делать с вами за вот этими нашими красивыми косами вот в этом месте то есть убавьте у нас будут идти вот по этому узору убавки будут с разной периодичностью это все зависит от того какой вы возьмете пряжу то есть мы этот расчет с вами в сегодняшнем видео проекте выполним вот через сколько рядов мы будем делать убавки но я просто показываю вам для примера да то есть смотрите связали с вами лицевые петли а здесь девочки дело первую бабку первую бабку 2 вместе лицевой провязали поскольку у нас здесь по логике идет лицевые петли да вот затем в наших косах мы с вами продолжаем вязать 44 лицевые 2 изнаночные снова 4 лицевые и одну изнаночную все полотно с этого момента разделяется пополам переворачиваем на изнаночную сторону наше вязание вот и вяжем смотрите значит первую петлю мы просто снимаем ее это теперь для будет кромочная и вяжем наш узор как смотрят петли наш мотив вяжем с нашими косами с половинку получается мотива вяжем провязали как смотрят петли а здесь у нас по логике вещей идет уже оставшиеся раз два три четыре пять шесть лицевых кромочная изнаночная так переворачиваем наше вязание и смотрим далее там обычно говорят там в каждом втором ряду в каждом третьем ряду да то есть вот сейчас возможно понадобится еще если в каждом втором мы будем делать вот у нас снова лицевой ряд и мы сделаем сейчас еще одну бабочку да то есть смотрите по по узору у нас сейчас будет с вами вязаться изнаночные петли 1 2 3 4 изнаночные связали затем 2 вместе изнаночной провязали и в наши узоре с косами необходимо продолжить наш рапорт у нас пятый ряд и мы сейчас с вами будем делать перекрещивание в косе меняем места перекрещивание четырех петель направо поменяли местами провязали 4 лицевые 2 изнаночные далее у нас идут снова перекрещивание направо 4 петель связали перекрестили 4 лицевые и та петля которая была изнаночной стала кромочной все снова переворачиваем наше вязание здесь мы вяжем с вами как обычно кромочную 1 снимаем здесь мы вяжем с вами как смотрят петли в нашем половине мотива с косами вот а в узоре по логике вяжем в чередование полос здесь по логике сейчас надо связать изнаночный 1 2 3 4 5 изнаночных кромочная тоже изнаночная переворачиваем наше вязание и смотрим далее вот что у нас уже с вами получается да следующий второй ряд наступает а опять надо делать убавки значит вяжем следующим образом сейчас у нас в нашем мотиве в этом с изнаночными лицевыми будут вязаться изнаночные петли 1 2 3 3 изнаночные снова делаем с 2 2 вместе изнаночные по логике да вот и здесь у нас идет мотив 4 лицевые по рапорту 2 изнаночные снова 4 лицевые кромочная изнаночная вот таким образом у нас с вами получается уже v-образный наш вырез здесь идут убавки в каждом втором ряду возможно у вас будет в каждом третьем в каждом четвертом я вам показывать девочки для примера и затем опять переворачиваем на изнаночную сторону снова вяжем в общем вот таким образом я вам показала как это оформляется вырез горловины как он формируется девочки то есть мы делаем убавки с той последовательностью периодичностью которые определим в расчете здесь я вам показываю для примера возможно у вас будут убавки в каждом четвертом ряду они в каждом втором как я вам сейчас показала вот так что за этим пожалуйста следите ничего сложного в этом нет потом также заканчиваем все петли убавляя который нам не было нужно убавить по v-образному вырезу и приступаем к вязанию второй половины аналогично зеркально она вяжется тоже убавки будут делаться вот в этом мотиве с сочетанием изнаночных лицевых петель а косы наши будут идти неизменными сделала как мы с вами говорили с двух сторон зеркально также убавки вот здесь у меня шли в нашем узоре сочетание с лицевыми изнаночными петельками а косы оставались неизменными сейчас я сделаю влажную тепловую обработку образца и мы с вами посчитаем плотность и так горячим паром обдаем наш образец и тянем стал очень пластичным очень поддается вытягивание так еще разочек его надо еще и в ширину потянуть и длину потянуть все расправили красоту нашу пусть сохнет для расчета плотности воспользуемся простой линейкой и счетной машинкой измеряем ширину нашего образца для этого мы прикладываем линейку у меня получилось 17 половиной сантиметров общая длина ширина то есть и мы набирали 38 петель у нас участвовала в узоре 38 мы разделим на 17 с половиной сантиметров вот такая у нас получается общая плотность для двух узоров двух мотивов 2 целых можно сказать 15 соток до округляем и я хочу девочки давайте так решим дело в том что у нас с вами здесь узор с косами которые ну довольно резко стягивает полотно да и узор который совсем не стягивает это обычно лицевая изнаночная гладь поэтому мы возьмем с вами плотность 2 то есть в одном сантиметре 2 будут петли это у нас будет средняя плотность считаться поскольку если пропорционально взять расположение сколько займет ширина вот этого мотива центрального и все остальное полотно будет связано вот этими узорами с двух сторон да то в общем то это будет капля в море на фоне вот этого мотива с изнаночными лицевыми до косы наши будут то это капля в море поэтому вот такая плотность будет у нас в одном сантиметре две петли это средняя горизонтальная плотность дальше вертикальную плотность мы будем мерить конечно здесь прикладываем линеечку и измеряем и так у меня 15 сантиметров ровно и сейчас нам надо посчитать ряды вот ряды связанные и так 38 рядов я насчитала в своем образце и надо разделить на 15 сантиметров и так плотность у нас будет по вертикали 2,5 также запишем для расчета наших узоров по петельного расположения я воспользовалась вот этой выкройкой выкройка так и здесь у нас с вами сразу говорю значит будет вырез горловины v-образных и по спинке и по переду вот только по спинке он будет менее такой глубокий на высоту 16 сантиметров пост по по переду он будет глубиной 20 21 и 22 сантиметра поэтому имейте это в виду размеры мы будем сегодня с вами использовать в расчете 42 44 это российские размеры 48 46 48 50 52 европейские размеры расположены в описании под видео кто не знает как перевести на 6 уменьшайте по 36 38 на 6 цифру 6 минус так теперь давайте смотрим ширину я сделала для 42 44 48 сантиметров ширину спинки и переда для 46 48 53 сантиметра и для размера 50 52 ширина будет 58 сантиметров длина изделия 58 59 60 сантиметров в зависимости от размеров спинка перед и рукава все вяжется снизу вверх раздельными деталями затем все сшивается для планки нижней я буду использовать предлагать резинку 2 на 2 и затем у нас начинается расположить располагается узор он одинаков и по спинке и по переду у нас идет центральная вот этот мотив который мы сегодня вязали на 22 петлях он у нас центральный из двух сторон от него идет как мы и вязали вот такой узор с чередованием изнаночных и лицевых петель как я уже говорила там три ряда всего раппорт 2 2 ряда идут изнаночных один ряд лицевых петель вот таким образом мы располагаем узор следующим образом для первого размера 96 петель как я считала девочки 48 сантиметров умножаем на плотность по горизонтали 2 получается 96 петель и так для других размеров я считала смотрите по центру расположили наш мотив на 22 петлях с косами из двух сторон от него на 36 петлях вяжется наш мотив ну и соответственно еще две кромочные для второго размера на 106 петлях располагаем также по центру узор с косами и с двух сторон по 41 41 41 умещается наш мотив с лицевыми изнаночными петлями и для третьего размера на 116 петлях также по центру идет узор с косами на 22 петлях и с двух сторон 46 петель узором но соответственно везде кромочные щелчатыми дополнительно к этим 46 соответственно так это вот такое расположение у нас получается для спинки и переда спинка перед вяжется одинаково различие у нас будет всего лишь вырезе горловины так смотрите вырез горловины для спинки сейчас я скажу вот он у нас 16 сантиметров и в петельном переводим эти 16 сантиметров в ряды получается 40 рядов для этого я умножила 16 то есть это высоту выреза на вертикальную плотность который мы с вами определяли в одном сантиметре 2,5 ряда то есть смотрите 16 сантиметров это высота выреза умножить на два с половиной это 40 рядов для чего я это рассказываю сейчас я буду рассказывать как нам сделать здесь убавки у нас здесь идут убавки от центра тут убавки так на вырез горловины у меня пришлось 38 40 и 42 петли в зависимости от размера как считала смотрите на первый размер стоит мерка девять с половиной сантиметров ширина выреза это 19 сантиметров я умножил на плотность 2 по горизонтали у меня получилось 38 петель также я считал для других размеров чуть-чуть увеличивая на две петли понятно да чуть увеличиваем ширину чуть увеличиваем петли по одному сантиметру так и эти петли нам надо с вами поделить пополам и сделать вот эти скоса сформировать убавки должны идти равномерно для этого я вот эти 40 рядов высоту скоса буду делить на половину вот этих чисел то есть по каждому скосу будет убавляться первый размер 19 петель 2 20 петель 3 21 петля 40 делим на 19 тут устно можно посчитать то есть здесь будет в каждом втором ряду девочки в каждом втором ряду вот на последний размер можно немножко убыстриться там в каждом ряду умеет закрыть петли да то есть здесь немножко не не получится в каждом втором так и в общем то на плечи у нас останется 29 33 37 петель в зависимости от размера высота проймы у нас будет 20 21 22 сантиметра это высота и у нас будет скос плеча глубиной тоже вот на высоту 20 метров как сформировать этот скос я тоже подробно вам опишу в описании под видео там почитаете для спинки я рассказала теперь по переду девочки по переду все то же самое вяжется снизу вверх также располагаем узор у нас вырез горловины более глубокий и здесь у нас будет он вот эти убавки идти на высоту выреза 50 рядов 52 ряда 54 ряда зависимости от размера 50 и как это сделать равномерно вот 50 делим на 19 до получится в чередуем девочки в таком случае будем чередовать одну убавку мы сделаем во втором ряду вторую убавку мы сделаем в третьем ряду опять во втором в третьем и так 19 раз сделаем убавки понятно как это совместить такие вот когда у нас получается не не целое число не два не три а можно вот так вот чередовать убавки так тогда будет равномерно давайте теперь про руку поговорим у рукавчика у нас с вами будет скос и это самое сложное вывязывание рукавчика по низу для планки резинкой 2 на 2 вяжем на высоту 5 сантиметров мы делать будем набор петель 44 46 и 48 в последнем изнаночном ряду прибавляем петли до 58 на все размеры и далее вяжем узором которые вот мы вязали с вами вот этим узором до с чередованием изнаночных лицевых петель там у нас узора с косами нет на рукавчике вот поэтому плотность я все равно оставила два и у меня получается самая широкая часть рукава то есть если у нас здесь высота пройма 20 то это будет умножить на 240 и умножить на плотность по горизонтали 2 это 80 петель вот так я решила хоть и там в общем вот так будет и девочки получается что нам надо по скосу для первого размера прибавить 11 петель у нас два скоса я из 80 отняла 58 петель внизу которые у нас будут и получилось 22 петли надо прибавить разделила на 2 поскольку у нас два скоса будет одновременно прибавку прибавки делаться получился один спеть для 2 размера 13 для 3 15 петель по скосу будем прибавлять девочки здесь еще такое понятие хочу вам сказать про вертикальную плотность я уже говорила здесь мы ее очень активно применяем у меня длина рукава получилось смотрите вместе с планкой если нижней 39 и 5 это 44 44 сантиметра да вы свою длину обязательно откорректируйте это очень важно у нас у всех разный рост поэтому обращаю ваше внимание на длину рукава на вот эти вот параметры тоже высоту изделия длиной изделия тоже имейте ввиду что эти параметры надо изменять под ваши размеры обязательно то есть не каждому может быть захочется кто-то посчитает что это слишком короткий кто-то посчитать что это слишком длинный под свои мерки пожалуйста корректируйте длину особенно да вот и затем вот эти вот сантиметры от планки до окончания рукавчика в моем случае это 39 сантиметров я умножил на вертикальную плотность два с половиной меня получили среды 98 рядов и теперь для чего я вам это рассказала я 98 рядов буду делить на 11 петель которые надо прибавить по скосу и у меня получится прибавка в каждом девятом ряду то есть это нужно для расчета скоса и так 98 рядов это высота нашего скоса надо разделить на 11 петель который на прибавить получается число вот 9 да то есть в каждом девятом ряду мы будем с вами делать прибавки так 11 раз равномерно с двух сторон одновременно это делается второй размер где надо 13 петель также 98 разделить на 13 получается чередуем в каждом седьмом и восьмом ряду прибавку третий размер по моим меркам получилось 15 петель делим 98 на 15 у меня получилось в каждом шестом ряду прибавка вот так это легко посчитать принципе сделать пересчет если вы у вас длина будет рукава другая после того как вы свяжете все детали нам необходимо будет здесь соединить сшить плечи бак бака рукава вточать также боковые швы и рукавов сделать в общем все как обычно у меня есть пример образец как я делаю сборку ссылочкой под видео смотрите читайте изучайте также у меня будет ссылочка сколько пряжи уйдет то есть как это сделать индивидуальный расчет расхода пряжи я специальные видео подготовила для того как вам показать расчет расхода пряжи посмотрите кому интересно но всегда в целом вы у меня создать вопрос а сколько взять пряжи доску какой расход общей пряжи сколько пряжи покупать знаете этот вопрос значит никто вам точно ответ не даст все будет ориентировочно и всегда я говорю зависимости от размера средний расход на такое изделие 500 600 грамм при нашем метраже вот поскольку у нас здесь такая пряжа в 100 грамм 390 метров до здесь будет расход несколько уменьшены то есть возможно вы обойдетесь и 450 грамм вам нравится хватит на маленький размер да и для большого размера возможно вам хватит всего 550 грамм то есть здесь вот такой момент что никто точно вам ответ не даст пока не свяжет и опять-таки даже если свяжет кто-то одну длину сделал кто-то другую длину сделал опять-таки девочки здесь нет такого прям чтобы кто-то взвесил сказал там 540 грамм до такого конечно нет так что ориентируемся на 500 600 грамм в среднем и так мои хорошие я заканчиваю свое видео мастер-класс желаю вам удачи до новых встреч